Доброе утро, уважаемые трейдеры! Доброе утро, уважаемые трейдеры! И провести больше либо просто прибыльных сделок, либо меньше сделок, но с более положительным результатом. Поэтому такой возможностью, конечно же, нужно воспользоваться еще раз вас всех с праздником. Ну а теперь давайте переходить к обзору ситуации и выявлению основных тенденций, которые в целом у нас не меняются. День сегодня еще более жаркий, чем минувший, поскольку сегодня у нас эстафету, собственно, от Резервного банка Австралии, эстафету от Банка Канады подхватывает ИЦБ. Мы ждем процентные ставки, решение по ним в 15.45 и спустя 45 минут после этого в 16.30 состоится долгожданная приз-конференция Драги. Конечно же, она посвящена перспективам денежно-кредитной политики. Сейчас евро зажат в довольно узком диапазоне. Мы видим в последние два дня, может быть, даже и есть волатильность внутри торговой сессии. Но все равно котировки возвращаются к тем уровням, с которым мы и стартуем, собственно, дни. Сейчас, чтобы далеко не отходить от евро, актуальный курс примерно на отметке 1.24. Но можно с практически стопроцентной вероятностью сказать, что закроем мы день сегодня гораздо дальше от текущего означения. Но будем надеяться, исходя из тех рекомендаций, которые я давал ранее, это будут более нисходящие, скажем, ценовые ориентиры. Я все-таки еще не оставляю надежды, с учетом, опять же, сегодняшнего новостного фона по ЭЦБ, с учетом пятничной поддержки по рынку труда США, увидеть евро поближе к отметке 1.22. И если бы не Трамп со своей проактивной крайней протекционистской политикой, возможно, наши ориентиры, если бы поддерживали, опять же, такие же взгляды по евро, уже давно были бы достигнуты. Но, к сожалению, на фоне тех заявлений, которые были сделаны, сейчас у нас доллар в аутсайдерах, и этим пользуются рисковые инструменты. Но, опять же, есть тот фон, который способен изменить рыночное настроение, и для доллара это предстоящая статистика по non-farm barrels. Об этом мы также еще поговорим. Давайте теперь переключимся на нефтянку, которая явно, видимо, услышала и осознала, может быть, лично, исходя из того новостного фона, с которым мы работали, где все-таки для нее более оправданное ценовое значение. Вчерашняя торговая сессия была закрыта в минусе как Brenton, так и WTI. Собственно, котировки мы видели по укрозу дня на отметке 64,66, 64,46. Наша с вами ближайшая цель внутридневная забраться под планку 65, то есть сделать поддержку сейчас уже с сопротивлением. Как цель внутридневная была реализована, но это все равно, скажем, пока что забег на небольшую дистанцию, но мы с вами те еще марафонцы, поэтому нам нужны ориентиры гораздо более низкие, потому что мы давно с вами ждем все-таки Brent в районе 60 долларов за баррель. И судя по той статистике, с которой мы работали день назад, у нас повода для этого стало только больше, потому что по данным правительственного отсчета администрации и медицинской информации запасы нефти на минувшей неделе снова выросли на 2,4 миллиона, собственно, точно так же, как и две недели назад. Запасы увеличиваются, это, во-первых, отражает то, что по-прежнему действует сезон технического обслуживания крупнейших нефтеперерабатывающих заводов, соответственно, более низкие показатели переработки в конечном счете сырье запасается. Ну и еще стоит отметить и высокие показатели импорта, даже несмотря на то, что штаты становятся с каждым днем все более и более самодостаточным регионом по удовлетворению внутренних потребностей за счет такого же внутреннего производства. Есть еще и сохранение, опять же, высоких показателей импорта, и только за неделю он увеличился на 721 тысячу до 8 миллионов. Это много, ну особо, думаю, закладываться под эту тенденцию не нужно, поскольку запасы, запасы, скажем, но хорошо, что мы увидели со знаком плюс. Плюс, честно говоря, даже если бы запасы были со знаком минус, я бы не особо расстроился, потому что я, как трейдер, который оценивает спрос и предложение и видит в США угрозу для перепроизводства, ориентируясь только на один показатель, это на объемы добычи. И на минувшей неделе, собственно, плюс 86 тысяч, друзья, это лучше, чем мы с вами прогнозировали, лучше, чем мы надеялись. Это перевыполнение всех планов, потому что текущий объем добычи в штатах вырос уже до 10 и 37 миллионов баррелей в сутки. Поэтому прежняя цель администрации научительной информации прогноз то, что штаты смогут выйти на планку в 10 и 6 миллиона, это планка, которая будет достигнута не то, чтобы до конца 2018 года, как раньше прогнозировалось, до нее в прямом смысле рукой подать. И при сохранении текущей тенденции хотя бы еще несколько недель подряд мы сможем, даже не закрыв первое полугодие 2018 года, увидеть уже планку в 10 и 6. Поэтому я считаю, что на фоне вчерашнего отчета мы с вами получили прекрасный сигнал того, что американские производители продолжат преследовать Россию и в ближайшие месяцы обгонят ее по объему добычи и станут ключевым производителем нефти в мире. Это риск для всего глобального рынка, потому что занять место номер один они смогут только в том случае, если будут соответствующие и высокие показатели добычи. Конечно же, штаты уже практически покрывают весь спрос, который появляется со стороны мировой экономики. То есть на рынок можно вернуть оптимистичные ожидания по нефти, но только в том случае, если страны ОПЕК пойдут на большее ограничение по снижению добычи. Но на это они не пойдут, потому что даже при солидарной позиции ограничения производства на 1,8 миллиона баррелей в сутки, все равно мы сейчас наблюдаем аналогичный рост уже со стороны США. И с текущей цифрой в 1,8 многие регионы ближневосточного картеля уже фактически распрощались с довольно внушительной долей рынка, которую заняли американские производители. И разумеется, для нефтяных держав это очень болезненная тенденция. Я думаю, что мы не то чтобы можем работать с четким пониманием того, что каких-то более проактивных действий со стороны ОПЕК не будет. Ведь мы, более того, можем спекулировать на том даже, что ОПЕК досрочно будет из этой сделки энергетического пакта. Вот о чем я также говорил. Поэтому нефтянку, друзья, мы с вами продаем. Что-то поставить до 60 долларов за баррель совсем чуть-чуть. У нас впереди еще Бейкер Хьюз. Это статистика, которая будет замыкать торговую сессию пятницы. То есть это завтрашний релиз. И в идеале бы это потенциально еще один медвежий триггер. Поэтому вполне возможно, что сможем просить даже ниже 63 долларов, собственно, до конца этих пяти дней. Рубль 56.80 на фоне, собственно, снижения цен на нефть снова возобновилось давление. Но это давление явно сейчас держится, нагнетающаяся позитивная обстановка в связи с выборами. Это не забывайте, но тем, скажем, кто еще не проявил активность с покупкой валют, у вас есть еще время, потому что выборы ни сегодня, ни завтра. Есть еще больше недели, по сути, можете посмотреть за котировками. Но я думаю, что решение нужно принимать уже сейчас, потому что рубль все равно будет забираться все выше и выше против, собственно, своих конкурентов. Ну, хотя здесь, наверное, правильнее сказать, валюта будет забираться все выше и выше против рубля. Наша цель с вами 59.60, она по-прежнему актуальна. Дальше идем. Доллар японская иена. Вчера, безусловно, мы говорили даже в рамках брифинга о том давлении, которое было проявлено в курсе доллара, то есть трейдеры скидывали американца по причине повышенного спроса на защитные инструменты на японскую валюту в данном случае. И происходило это на фоне риска развязывания полноценной торговой войны, в которую Соединенные Штаты Америки могут ввергнуть всю мировую экономику. Произошло это после того, как администрация Трампа еще неделю назад сообщила о решении ввести импортные пошлины на стали и рюмине, решение, которое может быть принято до конца этой недели. Но вот сегодня я поискал информацию, есть ли подтверждение того, что мы должны ждать сегодня-завтра его, пока нет четкого понимания, как нам действовать и на какую дату ориентироваться. Кто-то говорит даже, что, скорее всего, это решение оставят до следующей недели. Но, в принципе, никто не сомневается, что оно будет, потому что даже сам факт отставки главного экономиста администрации Трампа Гаррикона, который, в принципе, немного выступал, а может быть, даже и немного настоящим сдерживающим механизмом, скажем, авторитетом мнения адекватной политики для Трампа. Может быть, уберег, опять же, Трампа от того, чтобы он наломал еще больше дров. Но, в итоге, при всей его, я надеюсь, убедительности, к сожалению, Трамп оказался верен своим взглядам. И, несмотря на то, что многие из его, собственно, однопартийцев говорили, что такие меры экономики точно сейчас не нужны, все равно идея остается актуальной, Трамп не отказывается от того, чтобы пойти на вот эти профессиональные действия. Многих уже потерял, собственно, его ближайшее окружение, многих представителей, на которых мы раньше возлагали большие надежды в плане того, что они будут стимулировать и реализацию многих реформ. Вот, кстати, Гаррикон, возможно, ему стоит сказать спасибо за реализованную налоговую реформу. Сейчас мы видим то, что он уже больше не член администрации Трампа. Соответственно, риски неопределенности на глобальном рынке сохраняются, они по-прежнему сопряжены с Трампом, с его курсом. И пока рынок обсуждает вероятность того, что эти барьеры все-таки будут задействованы, обсуждает вероятность начала полноценной торговой войны, мы вынуждены смириться с тем фактом, что в таком новостном окружении способом будут пользоваться, конечно же, защитные инструменты. Но также хочу отметить, друзья, что есть все-таки повод для того, чтобы трейдеры немного переключили свое внимание с вот этих геополитических рисков и снова сфокусировались на статистике. Это данные по рынку труда США, отчет Non-Farm Perls, который выйдет уже завтра. У нас вчера прошла репетиция, скажем, по статистике ADP, очень сильные цифры, 235 тысяч противопрогноза 195 тысяч, прошлый показатель мы видели на отметке 244 тысячи, но это уже пересмотренный с 234 тысяч. Поэтому можно сделать только один вывод, что американский рынок труда прогрессирует, и, скорее всего, и по официальным данным мы получим подтверждение именно этого. У доллара есть шансы еще неплохо подрасти до конца этой недели. Вот пока эти шансы сохраняются, давайте не будем списывать его со счетов. Евро против американца. Сегодня европейская валюта, безусловно, в центре внимания. Как я уже отметил в начале брифинга, мы ждем решения по ставкам, ждем пресс-конференцию Драги. И напоминаю, что теперь мы вправе делать немалый акцент на то, что Драги должен ссылаться не только на низкие значения инфляции, но и говорить про признаки замедления экономического роста, потому что буквально в начале этой недели, когда были опубликованы данные по роничным продажам, мы получили свидетельство того, что Родина спросила второй месяц подряд. Соответственно, экономика, которая питается, в том числе и высокими показателями активности потребителей, сейчас будет лишена одного из основных драйверов роста. И следующие показатели экономического восстановления, то есть уже по итогам второго квартала, третьего, могут оказаться слабее, чем те оценки и те цифры, которые мы видели в прошлые периоды. Соответственно, риски замедления экономического восстановления – это еще одна причина, по которой ЕЦБ, ну, по крайней мере, не должен торопиться с ужесточением политики. Может быть, стоит снова сделать акцент на то, почему экономика нуждается в программе количественного смягчения и в низких процентных ставках, почему эти меры приносят свои положительные результаты, и пока рано еще отказываться от этой политики. Я думаю, что в свете вот тех решений, которые были приняты Трампом по поводу вот этих импортных пошлин, вероятность того, что ЕЦБ будет более привержен мягкой экономической политике, еще увеличилась, потому что еврозона – это один из регионов, который будет под ударом вот этих листриций и барьеров. И я хочу сделать ремарку и отсылку на квиты Трампа, в соответствии с которыми он отмечал, что если Европейский Союз будет вводить якобы ответные меры уже в адрес американской экономики, то тогда Трамп пойдет еще дальше, и импортные пошлины будут установлены и для автомобильной промышленности Европейского Союза и Германии. Ну, здесь понятно, кто пострадает больше всего, скажем так. Поэтому риск ухудшения, а может быть даже и уже факт ухудшения отношений Европейского Союза и США случился, поэтому мы про это ни в коем случае не должны сейчас забывать, и, возможно, напротив, должны опираться в том числе и на этот фундамент, чтобы оправдать именно мягкую риторику драки. В общем, дальнейшее поведение Евро будет зависеть от того, что скажут драки. Сегодня в 16.30 по московскому времени мы с вами, безусловно, послушаем. Последим за его выступлением. Уверен, будет очень много и кайверсных вопросов, которые, кстати, будут касаться также инициативы такой барьерной торговой Трампа. И если уж не сама пресс-конференция с учетом заготовленной речи, то ответы на вопросы, которые могут стать неожиданностью, спровоцируют все-таки ту волатильность и ослабление евро, на которое мы с вами рассчитываем. Доллар-канадец остается тоже одним из самых интересных дуэтов валютных активов. Вчера нам снова не хватило буквально жалкого, не то чтобы даже одного пункта, десятых пунктов, чтобы мы с вами коснулись нашей ближайшей цели в 1.30. И жалко, конечно же, что мы не сделали эту цель, отступили, а, собственно, снова вернулись к отметке 1.29. Но я снова хочу обратить ваше внимание на то, насколько важен фундамент для рынка. Потому что когда мы подбирались, собственно, к отметке 1.30, мы, безусловно, отыгрывали решение Банка Канады относительно ставки, ее оставили, как мы предполагали, без изменений 1.25%. Однако сопротивление было интересно тем, что Банк, собственно, Канады подтвердил риски и опасения, которые у него присутствуют, относительно замедление рынка недвижимости, относительно низкого темпа роста заработных плат, и также обратил в очередной раз наше внимание на показатели активности потребителей, которые явно сейчас отстают от тех максимумов, которые мы наблюдали несколько месяцев назад, точнее, максимумы были сфиксированы, по-моему, в конце 2017 года, и после этого пошли на спад. Почему? Да потому что как раз ближе к концу 2017 года Банк Канады начал повышать процентный старт, и трижды это сделал, вот с июля 2017 года по текущий момент. И эти решения были преждевременными, потому что, разумеется, повысили ставки, ужесточили условия по кредитованию и увеличили стоимость обслуживания долговых обязательств. Вот почему мы и наблюдаем то, что вот эти преждевременность этих решений уже аукнулась на охлаждение рынка недвижимости, на том, что потребители из-за инфляции, состоящей от цели, тоже не особо торопятся с тем, чтобы тратить свои бюджеты. И вот эта картина, она как паза складывается воедино, указывая на то, что Банк Канады был неправ. Поэтому я считаю, что мы сейчас можем сослаться на очень важное заявление, которое было сделано вчера, то, что мы будем следить за реакцией дальше потребителей на ставки, то есть тех решений, которые уже были приняты. Я считаю, друзья, что в этой связи мы можем убрать перспективу повышения ставки как минимум на конец этого года. А поэтому работаем сейчас со сменой риторики с агрессивной жесткой на нейтрально жесткую. То есть это сигнал, почему канадцы нужно продавать. И еще пересмотр торгового соглашения НАПТО, что в свете той позиции, которая была озвучена Трампом, этот пересмотр может стать причиной изменения отдельных пунктов положений этого соглашения, явно не в пользу Канады. Но я отметил то, что мы добрались практически до отметки 1.30, но потом резко развернулись. Это произошло как раз после того, как Трамп сделал заявление о том, что отдельные исключения его торговых барьеров могут коснуться Мексики и Канады, то есть все стран, участников Североамериканского торгового альянса. И это, безусловно, для канадской экономики существенный позитив, который тут же был отыгран в росте курса национальной валюты. Но это только лишь предположение, только лишь попытка, возможно, смельчить и успокоить рынки с учетом той нервозности, которая появилась после прошлых заявлений Трампа. И сейчас он как бы сам работает над ошибками, стабилизирует обстановку. Но эти решения еще миллион раз пересмотрятся. Я не удивлюсь, что все равно при врачах останется именно Канада. Поэтому мы с вами цель не сделали 1.30. У нас впереди еще несколько отчетов важных. У нас впереди ожидание снижения нефти и, собственно, впереди Росдоллар. Я надеюсь, что одна из этих идей сможет все-таки затащить пару, правильно, 1.37. Ну и, друзья, еще пару слов хотел сказать про крипту, потому что давненько мы не говорили про нее, но потому что инвестной фон был довольно, мягко говоря, неинтересным. Вот вчера мы столкнулись с агрессивными распродажами. Я думаю, что вы все заметили их. Неважно, каким активом вы бы не спекулировали, но если это не Виакоин, потому что он был среди победителей. Рынок криптоиндустрии, в целом вся криптовалюта сыплась. Произошло это после того, как на рынке появились сообщения якобы о взломе одной из крупнейших бирж Байненса, я думаю, что не суть важна. Но здесь важно понять, что, возможно, еще нет четкой подтвержденной информации, действительно ли была взломана биржа сама. И действительно сейчас есть угроза для безопасности счетов клиентов. Есть угроза того, что клиенты потеряют свои средства. Пока что операции приостановлены, но самое главное объяснение того, что произошло, была взломана не сама биржа, а те боты, то есть роботы торговые, использовать которые, собственно, были предоставлены, возможность использовать которых была предоставлена самой бирже. API-ключи, гениальные хакеры, по-другому никак нельзя назвать, получили доступ к этим ботам и отчасти получили доступ к счетам. Но перевести эти деньги на другие счета возможности не было. Поэтому было принято решение, опять же, перевести за счет возможности этих ботов все альткоины, которые были на счетах клиентов, только в одну валюту, Виакоин. Собственно, приток колоссальной ликвидности в один инструмент, в один альткоин привел к тому, что курс Авиакоин вчера с уровня 3 доллара вырос больше, чем в 3 раза и достигал даже практически отметки в 12 долларов. Сейчас рынок успокоился и снова откатился. Интересная, конечно же, ситуация. Интересно то, что атака, скажем, хакеров, с которыми мы раньше не работали, в принципе, это еще один риск для всей кейп-индустрии, который стал причиной явного подрыва настроений трейдеров. Я думаю, что рынку понадобится снова какое-то время, чтобы оправиться. И вряд ли это произойдет в ближайшие дни, потому что каждый раз, когда возникает инцидент подобного формата, рынку требуется уже у нас накопленный опыт в зависимости от ущерба, конечно же, точно больше недели. Я считаю, друзья, что сейчас в этой связи у нас созданы условия, чтобы снова ставить на снижение биткоина и со текущих уровней 9 660 долларов ориентироваться на снижение даже в районе поддержки 8 тысяч. Что касается Ripple, на который мы также обращаем внимание, то распродажи коснулись и этого инструмента. Сейчас мы уже практически в районе поддержки 0,8. Но для долгосрочных трейдеров я считаю, что подношение Ripple в текущей котировке это хороший повод и возможность, чтобы купить явно дешевый Ripple инструмент. Потому что из топовых альткоинов, которые присутствуют во всей индустрии, дешевле валюты и активы сейчас не найти. Пользуйтесь, собственно, возможностью и уж точно, к крайней мере, ее отпускать нельзя. Из важных событий сегодня ждем ставки, ждем пресс-конференцию Европейского Центрального Банка. И в 19.00 у нас еще выступление Стивена Пауза, который возглавляет Банк Канады. Надеюсь, как раз он нам и поможет снова вернуться к рискам, характерным для канадской экономики, и все-таки увидеть пару в районе USDC, в районе одного и трех. На этом, друзья, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам и удачной торговой сессии. Ну и, разумеется, как и начинал, собственно, с поздравлений, хочу ими закончить. Еще раз наши прекрасные, замечательные женщины поздравляю вас с праздником. И вам сегодня я желаю чуть-чуть больше удачи, чем мужском трейдерском сообществе. На этом все. Всего доброго. До свидания.